Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А ее мать была доставлена Также в одну из киевских больниц И благодаря спасателям удалось Узнать, что мать этой Девушки на самом деле Гражданка Российской Федерации Таким образом, российские войска в украинской столице Убивают не только украинских граждан Но и своих граждан, россиян Кроме того, в доме не осталось Ни одного целого окна И ни единственной целой двери Конкретно в данный момент мы не видим Как опускают пострадавших И как опускают Осколки этого дома Но буквально около пяти минут назад Спускали жертв с помощью специальной Специальной техники Это делали спасатели Если мы повернемся немножко дальше Мы можем видеть две машины Которые просто в этот момент Увозят Увозят пострадавших За ними находятся кареты скорой помощи Около пяти минут назад Вот той самой женщине Которая оказалась гражданкой Российской Федерации Там предоставляли первую медицинскую помощь Поэтому ситуация остается острой Сколько людей еще под завалами Точно сказать пока не удается Мы введем войска в Украину Это наша земля Это вот Хрен вам Вот вам они нато Вот Даже не мечтайте, твари Это вот собственно и есть суть ультиматума Который обсуждался в Украине Никакая Украина А украинского человека-то спросил? А плевать Это наша русская земля Это никакая Украина там ничего не решит Была такая Это я просто пытаюсь Ну как бы Проинтерпретировать некоторую логику Нет, ну то есть понятно Что русские вошли с ультиматумом Значит никогда Украина и Грузия Не должны вступить в НАТО Потому что появился шанс Что это произойдет при действующем президенте И его наследие Потому что Украина Это вообще-то говоря Вписала сейчас в Конституцию Или вписывает Что мы стремимся в НАТО Мы отнимем у вас вашу Конституцию И сожжем ее на Красной площади На лобном месте Нет, посожжем ее на Крещатике Вместе с вами На ваших же огнях, как вы любите На шинах, на покрышках Тогда они побегут от тебя в НАТО Нет, нет, нет Они все побегут к нам Поверьте мне Украинцы Welcome home В общем В общем Россияне повредили и украли часть Крупнейшей солнечной станции В Украине СЭС Такмак Solar Energy В Запорожской области По словам местных Рашисты на протяжении долгого времени Разбирали, паковали И вывозили солнечные панели Русня в очередной раз доказала Что достигла небывалых высот В искусстве воровства Напомню, российское издание Медиазона рассказывало Что рашисты уже отправили 58 тонн посылок Наворованного в Украине Из приграничных городов Круговорот событий закручивается В ядреную спираль Органичным результатом Которым может быть полноценная Третья мировая Она, ну, фактически, наверное, уже идет Не в таких, правда, эпичных И разрушительных масштабах И формах Как могла бы Как может Игра идет на повышение ставок И решающую роль играет время А Запад тянет кота за яйца достаточно долго И из-за нерешительности инфантиализма И по причине метастазов Телли Европы кремлевской саркомы Блокировка Литвой Кёнигсбергской области Подняла эти самые ставки Выше некуда И как в шахматной партии Следующий ход должен быть За кремлевским ублюдком А опыт наблюдения за этой особью Показывает примеры Что отступать оно По пацанской этике не может Так что это Или опрокидывание шахматной доски В виде нападения И на Литву Как страну НАТО Или окончательное Сворачивание Своих завоевательских амбиций И закатка губы В границах Донецкой и Луганской областей Кстати В пользу нападения Причем отчаянного Продиктованного Фатализмом И бесперспективностью Может быть принят тот факт Что Альянс Проглатывает выходки Недомерка уже не первый раз Что того в свою очередь Раззадоривает Да и Европа Как оказалось Настолько погрешила В политике своей безопасности Что стала абсолютно Зависимой И легко шантажируемой Кремлем Нас ждут просто Масштабнейшие Судебные показательные Процессы На которых будут разбираться Все причастные Все подхуйловники Покремлевские Которые сейчас Пытаются усидеть На абсолютно всех Возможных стульях Но это будет потом А пока Лапотники провели Показательно запугивающее Учение Под лозунгом Шандарахнем По странам Балтии Британии Устами Высокопоставленных Военных Чиновников И разведки Которая пока Не давала осечек Очень тревожно Говорит о так называемом Сувалковском коридоре Говорят об этом И другие военные Аналитики И эксперты Сейчас развитие Кстати ситуации С Литвой Когда Россия Прямо Угрожает Литве Наступлением Или военными действиями То есть Фактически Там есть Небольшая Такая территория Обычно называют Сувалки Гэп Или Суваловский коридор Который Россия Может оккупировать Это на территории Литвы Между территорией Белоруссии И Калининградской областью И очень интересно Будет посмотреть Как отреагирует НАТО Сможет ли НАТО Консолидировано Активировать статью 5 О совместной обороне Или найдутся те Кто скажет Давайте не будем Все-таки Вступать в прямое Противостояние с Россией Потому что это Чревато Большими проблемами И таким образом Они могут стоять На той позиции Что давайте Все-таки пожертвуем Небольшой частью Литвы Дадим коридор России Между Калининградом И Белоруссией Который является Союзником России И таким образом Не допустим Эскалации конфликтов В третью мировую войну Путин на этом может играть Он знает Что существуют Силы, страны Та же Германия Или Венгрия Возможно Франция Которые Ну не хотят Они прямой войны С Россией Они понимают Что они просто К ней не готовы Михаил, вы думаете Что Россия смелится В случае Если Литва продолжит По сути блокаду Железнодорожных поставок Подсанкционных товаров В Калининград Который является Анклавом На ее территории Россия смелится Пойти туда С каким-то военным вторжением Дело в том Что на всех Стратегических учениях Особенно Российско-белорусских Запад Например Начиная с Запада 2017 Они эту операцию Отрабатывали Именно захват Сувалского коридора Был всегда в сценариях Российско-белорусских учений Они конечно были завуалированы В 2017 году Там была такая В этом районе Было создано Такое вымышленное Государство Вейшнория Очень агрессивное Конечно Западное И она начала Какие-то провокационные действия Против Беларуси И вот потом Союзное государство Россия и Беларуси В том числе С использованием Ракетных ударов И так далее Сей мощью Навалилось на эту Вейшнорию И конечно же Победило Но самое главное Что Сувалский коридор Имеет очень важное значение Для стран Балтии Если его перекрыть То получается Страны Балтии Отрезаются И логистически И вообще территориально От других стран НАТО То есть другим странам НАТО Нужно будет Действительно Активировать статью 5 То есть Или Польша самостоятельно Например Надо будет Пробивать этот коридор И тогда вступать В прямое военное противостояние С Россией Или ждать Принятия решения Консолидированного Брюсселя Это нужно решение Всех стран НАТО А мы знаем Какая может быть бюрократия В той же Германии Например Бундестаг начнет заседать В течение месяца Рассматривать вопрос А что принесет Германии Вот такой прямой конфликт С Россией Я не уверен Что в Германии Например Все поддерживают Буквально вчера Шольц выступал В Бундестаге С отчетом по Украине В том числе По нашему статусу Кандидата в ЕС И основные вопросы Которые там раздавались Зачем передали оружие И нет ли опасности Что Украина Будет использовать Это оружие немецкое Конфликт и втягивание Германии То есть вот такие вопросы В них были главными В этом контексте И поэтому Внутриполитическая дискуссия В Германии И да и в других странах Будет Я думаю Очень ожесточенно А это все время Путин это знает Вот например На этих военных учениях В принципе Этот Сувалский коридор Захватывался В течение нескольких часов И естественно За эти часы Может отреагировать Конкретно Или Литва Или конкретно Только Польша Как организация НАТО Но нужно Несколько дней И даже недель Понятно Они могут воспользоваться Как раз тем Долго раскачивает Свою вовлеченность Да-да Толстую Целлюлитную Геморройную вовлеченность Уже И ультиматумы поставили И на дипломатический стол Кучу наложили В рамках Предупредительной дипломатии И осталось Только захерачить А пусть Херачат А Ибо остановить С цепи сорвавшуюся псину Может только пуля Пуля или Самонаводящаяся ракета Как в случае С Сулеймани А то Недоросль Вспухший Совсем Убежденным стал Что вертит Всю галактику На своей крохотной Судя по всему Пипетке Люмпенмассу Они уже приготовили Долгосрочной промывкой От Соловьевских Оральных Испражнений До Проповеди Лубянских Жрецов На церковных Овонах Которые Быдломассу Готовят На заклане Уже Которое Десятилетие Внушая Никчемность Их Действительно Никчемной Жизни Я смотрел Болевые точки Европы Ну или По нашему Военному Критически важный Объект Я могу сказать Буквально Следующее Например Не менее 60% Нести Поставляется И перерабатывается В Голландии На ее побережье Причем На таком Узком Питаке По которому Тяжело Не попасть Чем-то Вообще В принципе И когда Мы говорим Что все Нужно Возможность Применяем Ядера Наружи Возможно Возможно И нет А как Калибр Полететь Через Европу Зачем Учин Со Свистом Он уже Можно Пускать Не через Европу Он может Извините Подводные Лодки Тихо Могут Зайти Со Совершенно Другой Стороны Запустить Я вас Уверяю Когда Отсюда Крав Закроется Еще Оттуда Рухнет То Как бы Там Все Не Пыжились А Если Еще Посчитать Количество Танкеров А Ведь Основная Поставка Танкерная Для Которых Никакие Калибры Не Нужны Там Бактайной Торпеды Хватит Особенно Если Он заехал В порт Еще И там Наверну Сгорит Вместе Со Инфраструктурой Порта То Вполне Уверенно Европа Просто Не Просто Замерзнет А Скотт Радостно Беснуется Заходясь В поросячьем Визге От Предвкушения Путешествия В рай Пока Весь Остальной Мир Будет Сдыхать А Чтобы Этот Процесс Доставлял Чтобы Немножечко Кайфануть От Созерцания Того Что Не Только У нас Звездец Скотт Покормит Информацией О том Что Мир Как И он Скотт Голодает Потому Что Потомки Дедов Верны Тех Заветам И Методам Они Ведь Даже Не Скрывают Уже Свои Разбойнич Паскудные Мотивы Развивая Тему Кушать Хочется Знаете Появилась Такая Очень Циничная Шутка Даже Не Шутка Просто Возглас Такой В Москве Несколько Раз Я уже Слышала От Разных Людей Такая Вот Вся Надежда На Голод Что Имеется Ввиду Имеется Ввиду Что Вот Сейчас Начнется Голод И тут Они Образумятся И санкции Снимут И вообще Будут с нами Дружить Потому что Осознают Что Не дружить С нами Невозможно Снимут 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 Снимут